Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Тяжело болею, спрашиваете вы, конец близок, как подготовиться к христианской кончине? Ну, во-первых, в конце жизни мы сдаем экзамен на будущую жизнь, как замечательно говорят отцы, поэтому при подготовке к экзамену мы еще раз перебираем все-все возможные наши знания, а если недостаточно, то еще откроем, еще покопаемся и пороемся. Мы должны предстать перед Богом в прямом смысле этого слова разрешенными от жизни. То есть надежда на воскресение, надежда на встречу с Ним, надежда на бессмертие, надежда на рай должна превышать всю нашу любовь к нашему временному существованию. Я даже не говорю уже о разрешении от греха, если вы христианин, то вы понимаете, что частым причастием, глубокой, глубочайшей исповедью, в том числе, если есть такое желание, то может быть и исповедью за всю прошедшую жизнь. Жизнь, да, еще раз, полнотой картина вас никто не осудит, если вы повторитесь в таких обстоятельствах, да, с оборванием, тем, что вы спросите прощения у всех тех людей, которых вы вольно или невольно задели или обидели, или переберете это в своей памяти, или сделаете это физически, если это возможно, или по телефону, или как-то еще. Да, неким, неким, я вот часто думаю о том, что если Господь мне даст возможность, я обязательно оставлю для своих детей какое-то, ну что ли, послание, да, сейчас технические средства позволяют это делать. Ну и раньше, в принципе, были ручка и бумага, то есть оставлю какие-то советы, да, потому что это очень важно, как человек уходит, да, как говорят отцы, никого не называй святым, пока не увидишь, как он умирает. Очень важно это, вот этот финал жизни, что ты оставишь, потому что ты понял, прочувствовал все, да, и видишь смерть перед своими глазами. У тебя есть эта чаша весов, ты уже можешь точно взвесить благо этого мира и благо мира грядущего. Вот, как-то так. То есть, знаете, как вот, чтобы ничего-ничего не осталось, что нас связывает с миром, ничего-ничего не осталось. Чтобы мы были абсолютно чисты перед этим страшным, с одной стороны, а с другой стороны, удивительно интересным и манящим нас мгновением. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.